АРХИЕРЕЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАЦИИ В главной церкви преосвященнейший епископ Душанбинский и таджикистанский Павел Владыка. Здравствуйте, Благословитель. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие зрители. Спасибо, что приехали к нам в студию. И прежде чем начать разговор о жизни наших соотечественников в Таджикистане, пожалуйста, расскажите о своем пути к Богу, к епископству, как Бог вел вас. Вы знаете, я сам родился в Азии, это северный Казахстан, и мои родители не были крещены, как и я сам первое время. Но потом в классе в десятом я узнал, что, оказывается, мой прадедушка был священником, и в 37-м году, скажем так, вывели его из собрания общего, и с тех пор никто не видел. То есть подвергся репрессиям в 1937 году. Меня все интересовало с детства, что касается церкви. Даже необъяснимо, хотя обычно было детство, пионерское такое. И вторая линия такого воспитания, она проходит через наши обычные советские учебники, через литературу, которая была доступна тогда. Допустим, я с детства мечтал помогать людям, поэтому, когда мы прочитали книгу Тимура и его команды, то стали подражать. Мы с братом организовали волонтерскую группу у себя на улице, мы знали, где живут наши ветераны войны, пенсионеры, одинокие люди, и стали им помогать. Делали это безвозмездно и с большой радостью. Далее была мной прочитана книга «Как закалялась сталь» про Павку Корчагина. И тоже я там увидел пример такого жертвенного служения Отечеству и своим близким. Ну и признаться, в пионерские годы я мечтал быть коммунистом, поскольку учили, что коммунисты — это те люди, которые не живут ради себя, а только ради Отечества, ради подвигов. Но потом, в 90-м году я поступил в университет, и тогда уже стала открываться правда о коммунистической идеологии, не всем красивая. И вторая идея у меня была в те тяжелые годы, когда я-то учился в университете в Челябинске, мои родители жили в Казахстане, очень тяжелые были года, и буквально у родителя была зарплата в два раза меньше, чем у меня стипендия. Приходилось им помогать. И тогда вторая мысль у меня была сделать либо карьеру, либо уйти в бизнес. Но для этого нужно было приобрести знания, поэтому учился, старался учиться хорошо. Но в это время я принял стоя крещение, и тогда для меня открылась третья правильная уже идея, чтобы помочь ближним своим, помочь Отечеству. Самый лучший путь — это путь монашества и путь священства. И здесь я уже с этой идеей живу много лет, и она, я считаю, самая правильная, самое ожитое служение. Если вспомним Сергия Радонежского, его подвиг, то понимаем, что без этого одного человека уже не существовало бы и в России. Вот какой подвиг может нести один человек. Если Дмитрий Донской собрал 200 тысяч воинов, но понимал, что мало силы против Мамая выступить, потом пошел к Сергию Радонежскому, преподобный Сергий дал ему еще двух монахов, Пересвета и Аслябе, и тогда Дмитрий Донской счел, что теперь можно выступать. Поэтому я закончил университет, потом работал по специальности радиоинженер-конструктор-технолог на военном заводе в горах Урала, но потом все-таки решил еще более интересной жизни добиться и ушел в Сибирский монастырь. Очень по жесткому графику жили. В 4.40 подъем, потом до 8 часов молитва, в 8.30 мы уже покушали и выходим на работу. И работали 12 часов в день, причем в таком очень серьезном темпе работали. Так что с носилками, с бетоном, щебнем, прям легким бегом все. Физический труд и помышление о горне. Да, да, да. И вы знаете, такой очень сплоченный коллектив, и надо сказать, что из этого монастыря, он находится в селе Козико, Новосибирской области, вышло уже 8 архиереев. Скажите теперь о Таджикистане, как давно вы там служите? В сентябре, ну, в конце августа 2019 года я получил указ от стейшего патриарха Кирилла, и по решению стейшего патриарха и священного синода я был направлен правящим архиереем в город Душамбе. Водекопитерим, мой предшественник, все рассказал, объяснил, попросил продолжить эти труды, чем мы, собственно, сейчас и занимаемся. Шесть православных храмов, если я не ошибаюсь, на территории Таджикистана. Да, шесть приходов, есть еще один храм, около которого приход еще пока не сформировался, в одной из военных частей Российской Федерации, но ищем туда священника. И особенность именно православной жизни в Душамбе, в том монастыре, где вы служите, вот что такого откровенного, какие откровения вы получили, когда туда приехали? Особенности нашего служения связаны с объективной реальностью, которая существует в республике Таджикистан. Когда я приехал, я увидел, что и узнал побольше о русском населении Таджикистана, ну и ознакомился с той трагедией, которая произошла в конце 90-х, начале 2000-х годов. Это очень большая война гражданская была, следствием которой стало переселение наших русских людей в Россию и в другие республики. То есть множество было беженцев. И, конечно, сейчас там людей русских очень мало, в самом Таджикистане. Конечно, когда мало количества населения, уже очень сложно подобрать церковные кадры. И в связи с этим туда направляются священники, а чаще иеромонахи, то есть те священники, которые дали еще и монашеские обеты из России. И вот на сегодня у меня из восьми священнослужителей, значит, половина мирских людей, а половина монахи, самая монашеская епархия. Монастырей там нет пока, но так вот на приходах служат монахи. Трое из ее монахов, они в кафедральном соборе, в Никольском, в городе Душангле находятся. Помимо этого, очень много социальной работы, и русский язык также хотят изучать сами таджики. Как церковь помогает в этом отношении? Еще одна особенность жизни и деятельности Таджикской Душангинской епархии состоит в том, что поскольку наши соотечественники наряду с остальным населением испытывают просто необходимость, нужду в самых обыкновенных вещах и продуктах, в Душангинской епархии проводится большая социальная работа. Тут надо отметить большую роль сендального дела по церковной благотворительности владыка Пателиман, который здесь в Москве находится и служит. Он очень помогает, собираются средства для помощи нашим соотечественникам. Дальше мы собираем сами средства силами Ейской епархии и благотворительный фонд «Весна», который находится в городе Берске, посылает ежемесячную помощь, которая позволяет нашей епархии кормить бедных людей и собирать продуктовые наборы. В частности, мы организовываем бесплатные обеды по воскресным дням, на которые собираются от 200 до 300 человек не только в городе Душанбе, но и в других храмах, и собираем порядка 300 продуктов, наборов. Также мы, конечно же, заботимся о поддержке культурного уровня, о развитии людей в культурном отношении. Поэтому на базе нашего славянского культурно-марсидского центра в городе Душанбе мы проводим литературные чтения, посвященные нашим великим писателям и поэтам, и Пушкину, и Некрасову, и Достоевскому. Также мы проводим занятия в воскресной школе, также мы в сотрудничестве с другими организациями проводим и на нашей базе испытаний абитурентов для поступления в российские ООЗы. Ну и планируем расширять эту деятельность как раз с помощью Русского фонда «Русский мир». Спасибо. Как раз хотела уточнить, какие совместные проекты объединяют Российский центр науки и культуры, Душанбе, церковь, епархию. Но наткнулась как-то на видео тоже в просторах интернета, что у вас был фестиваль постной кухни. Это вы уже своими силами собственными? Как раз Росотрудничество в городе Ходжанд организовывалось нашей помощью на базе нашего храма фестиваль постной кухни. Ну вот, хорошо, что вы за него вспомнили, потому что вот у меня сегодня самолет, и я прилетаю в город Ходжанд, а в воскресный день у нас будет повтор этого мероприятия, фестиваль постной кухни в городе Ходжанд. Да, правда, очень хорошая такая традиция, которая уже у вас продолжается. Ну да, это, конечно, общаются между собой соотечественники наши, приезжают с разных районов, общаются со священнослужителями. Конечно, это действительно праздник для русского населения. Владыка, понятно, что очень много трудностей у наших соотечественников, много пожилого возраста, люди, которые приходят в церковь не только для того, чтобы помолиться, но и прикоснуться, прочувствовать вновь свою культуру, свои корни, свою родину увидеть в сердце. Вот лично общаясь уже с прихожанами, насколько вот именно их отношения, их воспоминания, их любовь к России, вот как она чувствуется? Ну, еще хочется сказать, когда я туда приезжаю, такое ощущение, что меняется не только географическое мое положение, но и временное. То есть мы общаемся с людьми, которые из советского прошлого, и, слава Богу, сохранились еще такая простота, знаете, вот советского периода у людей пожилого возраста, некая такая дружелюбность, сохраняется правдивость. Это тоже очень радует. Ну и мы, в свою очередь, конечно же, и на богослужениях, на занятиях воскресной школы, мы стараемся поддерживать вот это общение и развивать, и повышать их культурный уровень. И наши храмы, конечно же, являются такими островками в России, где они общаются между собой, с нами общаются. И это, конечно, приносит радость и позитив в их жизнь. Но еще хотелось добавить, что не только продукты мы раздаем, мы еще помогаем приобретении необходимых лекарств для людей, как раз пожилого возраста. Свято-Никольский собор, он очень помогает как раз нашим соотечественникам. Работа Свято-Никольского собора, вот как вы ее можете выделить из других церквей? Ну, поскольку он находится в столице республики, поскольку он является самым главным, самым многочисленным приходом, конечно, он является базовым. Собор очень красивый, хотя он сделан из приспособленного, скажем так, является приспособленным храмом, сделан из, представляете, из гаража, который вот отдали нам, церкви отдали в 1943 году. И с тех пор он стал преобразовываться и расширился, еще два предела было достроено, вот, и верующих раньше было много, но сейчас, в связи с тем, что и старшее поколение уже умирает, в связи с тем, что, по возможности, люди переезжают в Россию, то, конечно, приход стал малочисленным, но, тем не менее, основная работа проводится на базе Никольского собора в городе Душанное. Чудо в жизни православного, верующего человека — это норма, это состояние души, вот, как вы это объясните? Вы знаете, мы, православные верующие, да, мы живем в этой жизни, казалось бы, внешне, быть может, так же, как все, но мы живем другими ценностями, конечно, мы понимаем, что есть более важный мир, мир невидимый, то есть мы живем так в двух мирах, и это нас укрепляет, то есть и настоящая счастливая жизнь на земле, она возможна только, мне кажется, с осознанием того, что есть более высокая жизнь, то есть у нас, у православных людей, планка довольно высокая, я считаю, что это более полноценная жизнь, когда человек живет не только ценностью этого мира, а имеет более высокие ценности. Ну, как раз Великий пост, это тоже такое время, когда нужно больше заботиться о духовном, и как раз смотреть, переосмысливать свое отношение с близкими, с ближними, и просить прощения. Да, потому что мы просим прощения у Бога, и, соответственно, сами должны всех простить, и у всех попросить прощения. Если можно еще добавить, хотел бы с богоданностью сказать о самом таджийском народе, хотел бы выразить богоданность и руководству республики, и простому таджийскому народу за такое миролюбие, за такое гостеприимство. Вот просто мы идем по улицам Турсун-Заде после службы, у меня такой там обычай сложился, мы раздаем сладости местным ребятишкам, они съезжаются, в каждом доме очень много детей, все съезжаются, и каждый ребенок, а там живут и узбеки, и таджики, и каждый ребенок старается вспомнить русское слово, кто-то поздоровается на русском, кто-то скажет спасибо, если малыши не понимают, старшие их подучивают, как надо правильно сказать. И в то же время соседи наши, которые около храма живут, приглашают в гости. Для русского мира там очень много трудов и работы, и совместа с нами, поэтому мы сейчас вот и открываем новый этап сотрудничества с Русским миром, с фондом Русский мир, чтобы помочь местным населению, помочь и с отечественниками русским нашим, и местным населением, которые желают тоже поучаться и совершаются познания русской культуры. Вот тогда девушка есть, 18 лет, она перечитала всего Достоевского. Вот я, допустим, только самый большой роман Достоевского прочитал, а более мелкие произведения не читал еще. Она всего перечитала. И без всякой, скажем так, перекатильной цели, а просто чтобы понять русскую душу. И понимает или любит русского человека русскую душу. Таджичка. Да, таджичка. Это радует, конечно. Конечно. Ну вот русский язык, да, есть проблема изучения, да, не везде есть русские школы. Да. Ну сейчас большой проект существует, в крупных городах строится 5 русских школ. Но скажу так, что это очень востребовано. Владыка, я бы хотела, чтобы мы сейчас обратились к нашим зрителям, и вы сказали на путстве, ваше любимое местописание, может быть, из Библии, из Священного Писания, пожелание в это нелегкое время. Вы знаете, такое воспоминание о любимом месте Священного Писания хочется еще с предыдущим вашим вопросом связать о чуде, о жизни. Когда я в монастыре находился, жил в монастыре, мы каждый день читаем Священное Писание, но и закладочки существуют в Евангелии, мы их перелистываем по главе, а в день читаем. Но бывает так, что я куда-то приезжаю, скажем, в другое место, и там нахожу Евангелие, и тогда я уже просто в любом месте раскрываю. И очень часто удавалось так раскрыть на притче о одной овечке потерявшейся. Господь говорит так, что, как вы считаете, вот если пастырь потеряет из ста овец одну овечку, и когда он найдет ее, не будет ли у него радости больше о попретении этой овечки, чем о 99 непотерянных? Мне очень понравился вот именно этот отрывок из Священного Писания. И вот случилось так, что в 2016 году, когда меня рукополагали в епископа, во время рукоположения стейший патриарх берет Евангелие, такое очень в окладе, на любом месте раскрывает и возлагает на главу посвящаемого человека, священника. И потом он закладочку там делает, и чтобы проповедь сказать на тему того Евангелия, которое раскрылось случайным образом. И он попросил, и подали, и оказалось в том же самом месте. О 99 не потерявшейся, и одной потерявшейся овечки. И я еще раз, когда осознал, что вот у меня, может быть, особое такое, может быть, есть поручение от Бога, чтобы заботиться именно о каждой души. Спасибо. Да, и как раз вот об этих чудесах, которые на самом деле, если еще сердце открыто, то, конечно, мы их видим. Они рядом в нашей жизни. Это радостно. Мы видим промышление, заботу Бога, любовь Бога в нашей жизни. Владыка Павел, конечно, хочется, чтобы люди, те, кто нас сейчас смотрит, и если есть такой отклик от сердца, если есть возможность помочь приходу в Душанбе, не только в Душанбе, в Таджикистане, в епархии, скажите, как можем это сделать, и тогда, с вашего позволения, мы строкой пустим... Разместить. Да, разместим. Знаете, как я сказал, нам помогает сенатальный отдел по церковной благотворительности, потому что они собирают средства, и нам траншами переправляют, для того, чтобы мы могли купить продукты для кормления бедных людей, и есть короткий номер, на который можно переправить смс, вот, номер 3344, кодовое слово «Свои», и через пробел ту сумму, которую готов человек пожертвовать. Спасибо. И, Владыка, наша программа подходит к концу, в заключение слова благопожелания нашим зрителям. Дорогие зрители, я желаю вам всем в это время, казалось бы, нелегкое, но в такие нелегкие времена ощущается и близость Бога. Я желаю вам всем здравия и вечного спасения. Дорогие друзья, с вами была программа «В движении», и наш гость архиерей Русской Православной Церкви, Преосвященнейший епископ Душанбинский и Таджикистанский Павел. Спасибо вам большое, Владыка. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин